В Казани погиб человек. На улице Натана Рахлина идет строительство детского сада. Пока информация не полная и вопросов достаточно, но некоторые подробности в следующем сюжете. Я мельком только знаю, честно. Просто полиция к нам приезжала. Обстоятельства гибели рабочего остались для коллег по цеху неизвестны. Было ли на нем спецнаряжение, какова была мощность электрозаряда и что именно пошло не так, еще только предстоит выяснить. По предварительным данным, мужчина получил удар током от сварочного аппарата при проведении работ по сварке полипропиленовых труб. В результате полученного телесного повреждения он скончался на месте. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности проведения строительных работ». Смертельный удар током 28-летний рабочий мог получить попросту работой без перчаток. На теле погибшего, по версии следствия, остались электрометки. Это характерные следы на коже от контакта с проводником электрического тока. Там же земля есть. Земля идет на металл, а сварочный электрод идет на сварку. Если сырая погода, если ты двумя руками или как-то дотронешься, тебя очень сильно ударит. Даже может смертельно. Иначе говоря, если нет заземления, то для рабочего это может быть чуть ли не последняя сварка в жизни. Однако расследование еще продолжается. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий должных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении строительных работ. Ночью на улице Петербургской молодой человек при падении с электросамоката получил травму ноги. В конце этого сюжета возникнет уже назревшая тема об особенностях передвижения на подобном виде транспорта. Здравствуйте. Что у вас произошло? Что случилось-то у вас? Я с самоката ехал, затормозил, об выступ ударился и самокат слетел. Никто вас не подрезал при этом? Нет, нет, нет. Нормально все? А катаетесь-то вы давно, что ли? Ну, давно катаюсь. Просто здесь он слишком высокий был. Я тормозил, не успел слететь. Похоже, что при спуске с горы по улице Бутлерова самокат, который двигался по проезжей части, выскочил на участок дороги, где рабочие уже сняли слой асфальта. Объехать возникшие препятствия парень не сумел, а резкое торможение только усугубило ситуацию. При падении молодой человек получил довольно серьезную травму ноги. На место даже пришлось вызывать бригаду медиков. Ударился? Коленку? Здесь открытая рана. Рана, да? Она гачуствует? Ага, чувствует, болит. Болит. Ага, и вылез. Так просто как-то каким-то ударовал? Ну, там выступ был большой. На всякий случай врачи решили доставить парня в больницу. Интересно, что по рассказу инспекторов ГИБДД для управления такими электросамокатами мощностью более 200 ватт теперь требуется особая категория водительских прав, что, несомненно, повлечет за собой повышенную ответственность. По старой части набережных челнов ходит вооруженный человек. Но не просто. Он со знанием дела пускает оружие в ход. Подключилась прокуратура. Хороший такой, да? Ножки. Не может она короче встать. Эту белую лайку нашли в набережных челнах в районе остановки «Центральная». Полупарализованный пёс-снежок выполз к людям, отдыхавшим у вантанов, за помощью. После осмотра ветврач диагностировал. В позвоночнике животного осталась пуля. Вытащить её в челнинской клинике не решились. Снежка повезли в Казань. Пуля расколола позвоночник ему, и осколок образовал гематому. Она давила на спиной мозг. Но вот этот человек, он, похоже, знает, что он делает. Он в район позвоночника стреляет. Словам врача, там мелкая пулька, дробь или кортечь. Белодня с таким оружием, что ли, ходит. Все переживают. Все боятся, что ходит такой человек. А если он по их детям начнёт стрелять? Возможно, Снежок никогда не сможет ходить. И повторит судьбу другой собаки, в спину которой также прицельно стреляли. Пёс Дукали, сволоча задние лапы, выполз к людям на ту же набережную. У него при операции из позвоночника удалили осколки пули. Сейчас инвалид-спинальник живёт в известном челнинском приюте «Азира». Полностью обезвожена. Она кушать не может вообще. Сейчас будем делать снимок сначала. К волонтёрам обратились челнинцы, обнаружившие эту собаку с кровоточащей раной на животе. Заподозрив огнестрел, общественники выехали в Челны. Животное привезли в ветклинику, но после осмотра ветеринары определили. Это не отверстие от пули, а свищ. У собаки рак. Так у зоозащитников появилась и ещё одна подопечная. Прокуратура не оставила без внимания этот случай. Однако личность живодёра ещё устанавливается. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это жестокое обращение с животными. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. Сегодня на улице Читаева загорелся мусорный контейнер. В нём находились старые автомобильные шины, детали мебели. Рядом стояли «Жигули» седьмой модели. Пластмассовые части кузова её оплавились. Легковушку оттащили от горящего контейнера очевидцы. На место прибыли пожарно-спасательные службы. Площадь горения составила 5 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели. Пострадавших нет. На перекрёстке улиц Горького и Муштарей такси столкнулось с мотоциклом. Двухколёска, потерявшая управление, вылетела на тротуар. Пешеходы не пострадали. Мотоциклиста спасла специальная амуниция. Выехал со двора. Там машины все стояли. Там на красной области светофор. Я с первой полосы ехал и перестроился на второй. Откуда он появился, я сам не заметил. Я смотрю, без фонарь, без ничего. Скорость, видимо, большая была. По признанию таксиста, он уже успел выехать на основную дорогу, пользуясь тем, что машины на соседнем перекрёстке замерли в ожидании зелёного света. А вот приближение мотоцикла мужчина не заметил. По его описанию, у двухколёсного транспорта якобы не горели фары. Однако даже по повреждениям на кузове иномарки, можно было предположить, что авария произошла в тот момент, когда Рено стал перестраиваться на соседнюю полосу. Ехали, 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 я так понял, они вместе, ну, вот в одном направлении. Ехал уже светофор, говорит, притармажил, этот, говорит, перед ним выскочил просто на его полосу, получается. Получается, он подтолкнул, да, фактически вперёд? Ну, вот это на мотоцикле, это вот так вот перед ним, получается, в крыло. Повезло, что на пути неуправляемого мотоцикла, который после удара с машины вылетел на тротуар, не оказалось пешеходов. Несомненно, что повезло и байкеру. Прокатившись несколько метров по асфальту, он получил только небольшую травму ноги. Так что после осмотра медиков, молодой человек смог самостоятельно отправиться домой. Продолжение следует...